Уважаемые жители Жулебина В глининском таком слое уплотненном Поэтому даже деревья не могут дышать То есть вот эти рулонные газоны, основа там глина На чем они сделаны? Да, глина уплотненна такой слой Я вот не могу даже поливать, не могу копнуть Вот эту глину невозможно прокопать даже лопатой Поэтому дождь когда идет, он редко бывает, правильно? Он весь как бы стекает И даже трава не напитывается, не только пустые деревья Вот у нас, ну это просто удивительное То есть мало того, что эти газоны хватает всего лишь на все Ну на пару-тройку недель Они еще и убивают то, что высажено Да, да, да Кстати, уважаемые жители Жулебина Вот то, что вы здесь видите Вот сколько зелени, деревьев Это все высажено как раз вами, Галина, да? Ну да Ну вот, приходится поливать вот с трудом Не полить, не дождь не помогает Вообще никакая зелень, ни деревья, ни кустарник, ни цветы, ни трава Без полива не будут расти То есть как вот вы в прошлый раз говорили, что они вот заложили эти газоны Они даже не удосужились вокруг деревьев сделать круг Да, вокруг деревьев во всем мире Я объездила несколько стран Я там видела, что вокруг деревьев такая лунка большая Для полива Они скапывают регулярно в течение лета Ее поливают, эту лунку заливают водой Деревья должны дышать Даже у нас, вспомните, в советское время Ну да Эти деревья были даже в центре, не говоря уже на этой провинции Там ставили решетки, чтобы вода Это я помню Вода проникала в корни Даже по Тверской это было Чтобы они ставтывали Это элементарные технологии 21 лет Давайте в Голландию съездим Они прям величайшие мастера по озеленению Мы вот недавно были буквально выходные в Гронице Там встретили двух голландцев Они приехали озеленять поля футбольные Ну так поля-то у них зеленые Хотя они там не в тени стоят, поля эти Ну да Так там искусственный полив А это, я не пойму, что смотрите Хотя здесь не поле, а деревья, которые закрывают от сон То все равно без полива Вот давайте попробую я острый такой, хороший Вот видите, невозможно Это не земля Это точно не земля Вода проникнет, вода Даже напором поливать Я сейчас сломаю ее Технологии странные И вот, уважаемые жулебенцы Сейчас вот этим всем Не знаю, с чем Красоту это назвать нельзя Будут застилать, скорее всего Улицу генерала Кузнецова Там практически сейчас Все газоны срублены по обеим сторонам улицы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот мы 23 года здесь, с 93-го года живем Почву ни разу не обновляли Листву перегной убирают Целлофановые пластиковые черные мешки И на свалку Скорее всего не на свалку, а тем, кто все-таки из этого потом что-то сделает Нет, нет, вряд ли Для себя Нет, в Голландии, вот да, я видел Там есть специальные зеленые контейнеры Каждый дом, домовладение Туда собирает резкие разные Покос травы на своих участках И потом это сдается И фирмы производят перегной А здесь даже, естественно, перегной не дают Произвести природе Вот так вот, уважаемые Жители, соседи Надо что-то думать И надо что-то делать Ну, через депутатов, я не знаю сейчас Они вообще имеют влияние какое-то Да, кстати, наши муниципальные депутаты Депутаты Мосгордумы Зюганов, Ступин Наши муниципальные депутаты Котков Кто еще у нас? Ну, мы отправим это видео нашим депутатам Пусть они что-то предприимут Это мелочи, это самое Уже некуда эти вопросы Ну, давайте мы хоть как-то Наш голос услышите, жители Мы не профессионалы, но мы и то Но это непрофессиональным взглядом видно Что это все, извините за выражение, лабуда Все вот эти рулонные газоны Если деревья летом желтеют И листва как осенью То здесь что-то... Что-то не так Объясните мне Вот объясните Уже многие экологи все просто озадачиваются Почему асфальт поливают даже в пасмурную погоду Даже в дождь, даже в ливень А газоны не поливают даже когда сухость Это точно Парадоксы Парадоксы московской экологии Такая же работа Так же можно платить этим поливальщикам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok